приветствую вас уважаемый автокад мастер на связи владислав эдвардович в этом уроке мы с вами начнем изучать пакет express tools на примере автокад 2010 по инструментов в этом уроке мы рассмотрим панели часто используемые инструменты в панели инструментов blocks то есть блоки хочу заметить что несмотря на то что меня автокад русский полностью русский локализованный так сам пакет английский и все на английском так что смотрите внимательно и запоминайте как я что буду делать первый инструмент это взорвать переводится дословно как взорвать атрибуты что это такое смотрите вот у нас пример у нас что здесь он это у нас блок с атрибутом которые в как в котором заложено текстовое значение 100 вообще что такое атрибут я вам расскажу в двух словах так как это вообще реально отдельно большая тема атрибут это контейнер который позволяет хранить текстовую информацию этот и контейнера можно пристегивать к блокам таким образом создавать описание блоков там описание к примеру каких-то деталей описание участков пояснения и так далее и тому подобное очень удобная вещь но у нас урок сейчас про экспресс тулс поэтому не буду отвлекаться так вот есть такое понятие как если воспользоваться к примеру инструментом расчленить то есть не смог можно тот инструмент не променять можно воспользоваться инструментом расчленить выбираю блок ну это обычный инструмент часто используем и выбираю блок правая кнопка мыши что мы видим мы произошел взрыв блок удалился атрибут остался отменю сделаю откат назад на экспресс тулс применю этот инструмент активируем выбираю что я буду взрывать на правую кнопку мыши и что мы видим произошел взрыв блок удалился а атрибут преобразовался в текст в однострочный судя по всему как я это определяю что в текст если вы кликните левой кнопкой мыши по тексту вот этому то выпал посмотрите что можно его редактировать верно если я обычным инструментом его взорву и кликну кнопку правой кнопкой мыши дважды по тексту то появится окошко редактирования определения атрибута то есть это атрибут вот то есть фактически ладно сейчас сделаю откаты чтобы опять вам было можно было на чем показывать следующий инструмент преобразовать блок активируем я создал два блока круг и треугольник ясно да что вот это круг вот это треугольник у нас просят выберите блок который должен быть преобразован то есть этот инструмент фактически заменяет один блок вот есть блока а и блок б если его применить к примеру допустим то блок б заменится на блок а который должен быть преобразован треугольник преобразован и нажимаем на кнопочку писк чтобы выбрать конкретные группу чтобы выбрать конкретные объекты либо группу объектов затем выберите блок для преобразования то есть который будет служить исходной исходным источником для преобразования как вам получат объяснить смотрите я выбираю круг для преобразования нажимаю принципе окей тут в принципе не нужно объект выбирать окей и нажимаю вот здесь нас попрашивают нажимаю либо есть либо но и нажимаю на вот что у нас вышло треугольник заменился на круг если мы сейчас обновим в редакторе атрибутов обновим атрибуты вот пожалуйста то есть один блок преобразовывается во второй в первом шаге мы сначала выбираем тот объект тот блок тот блок даже который мы хотим преобразовать а во втором шаге выбираем источник понятно понятно надеюсь да дальше следующее следующий инструмент это этот инструмент показывает небольшие небольшое окошко со свойствами выбранного объекта нажимаем выделяем вот полу пожалуйста все в на английском правда дальше нажимаем выделяем пожалуйста и последние две кнопочки осталось начнем с нижней экспорт информации расположенной в атрибутах выделяю все объекты к примеру нажимаю на эту кнопочку так документы принципе тут можно установить в документах имя файла чертеж 1 сохранить на рабочем столе лучше я быстрее найду на рабочем столе сохранить заменить все что сейчас произошло все атрибуты в данном случае в данном примере хранят текстовую информацию 100 здесь он хранится 100 100 здесь 200 так вот вся эта текстовая информация была сохранена не на файл текстовый причем сейчас я сворачиваю вот наш вот наш чертеж то есть текстовый файл вот нашей в нашей информации как мы видим название блока и значение атрибутов тут название треугольника пример 2 и условное обозначение дальше имея вот этот текстовый файл либо какой-то другой вот вы подготовили контейнеры вы подготовили атрибуты для блоков но там нету текстовой информации так вот можно сделать наоборот можно имея текстовые текстовую информацию в отдельном файле можно их импортировать в на ваш чертеж в блоки необходимые для этого нужно нажать импорт атрибуте информация и выбрать наш чертеж один на открыть все нам пишет 4 блока то есть информация вставлена в 4 блока да и изменена изменена прежняя информация на новую на этом я урок этот заканчиваю в следующем уроке я буду разбирать часто используемые инструменты текст